Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 805. События дня. Псалом 33.19. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренным духам спасет. За 26 февраля 2018 года. Притча 22.10. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссоры и брань. Юрий Соболев, мир вам, Игнать Иванович. Вслед за главным обличителем на канале Романа. Обличителем в кавычках. Малыша стали с завидной чистотой появляться видео в кавычках обличения, посвященные вам, вашей общине. Когда только стали появляться одобрительные комментарии деятельности Романа Небольшого, я подумал, что это так называемые фейки. Сейчас же очевидно, что это целая группа реальных людей, следующих единому плану, ведомые одной единой силой. Не ведомые, а ведомые. А, ведомые, да. Ведущие. Главной примечательностью всех этих персон является потрясающая невежественность. Ну, произнеси это слово с окончанием четким. Ты где-то на букву Н, уже у тебя звук исчезает. Невежественность. Невежественность. Редко покидающие пределы поверхностной нахватанности. То есть где-то что-то слышал, вот эта каша, ну, как, и ничего не знает. Все там, все, что только где-то слышал, видел, лепит, он не знает куда. Они как помешанные все. Скажем, в этом видео. Обличитель, в кавычках, настолько рьяно отстаивает святых отцов, что не может правильно выучить их имена, делая ударение всюду мимо. Открывал ли сей ревнитель, в кавычках, в реальности творения сих святых мужей? Сомнительно весьма. В целом же, это очередной виток гонений на вас под знаменем ревностного христианского невежества и православного протестантизма. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день, и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Луки 6.22 Вот там лезут они, говорят, у них ничего нету, ни имени, ни должности, ни места, ничего нету. Ну, пройдет там полгода, год даже не надо брать, даже ни один человек не вспомнит, у них ничего нету. Они ни о душе своей не беспокоятся, ни о людях, ничего нету. Что-то надо где-то сказать. Ну, они везде, кто-то за деньги, кому-то платят, как даром деньги никто не платит. Ну, вот они напали здесь, а что? Это блаженны вы. То есть увеличивает уверенность быть блаженным. Ну, а можно сделать? Не нельзя, это необходимо. А можно сделать так, что я дерево посадил, и чтобы ветра его не кащали? Нельзя. У него корни не укоренятся. Вы, Игнатий Тихонович, всегда в нашей молитве. Храни вас, Христос. Игла. Демоны зла и тьмы вырываются на поверхность земли и в атмосферу. Откровение 9.2. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези. Ну, вот они кто, демоны зла. И служители, и клевреты их, они есть, были и будут. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Ну, вот Бог это и дает, ежедневно молиться, семикратно, в день, ночью. И вспоминаешь, и видишь, ну, что у них. Цели жизни нету, спасти душу свою. Луки 6.26. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лже-пророками отцы их. Иоанна 15.20. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если в меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. 1 Фессалоникийцам 2.15. Которые убили и Господа Иисуса, и его пророков. И нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся. Ну, тут биография, я взял специально эти места, выписал, чтобы понять, это должно быть благословен Господь. Иезекиил 3.7. Ох, какой ответ издаётся. Они тебя ещё будут слушать, когда меня не слушают. А лично, когда с ними встретишься, ну, я очень-очень много встречался в поездах, благовестов, где только ни был, везде. И они такие, бывает, вылезут, ну, сразу ему и ответишь. Я вспоминаю, как парень один ввязался в какой-то спор с девчонкой-то. Она видит, но он никакой. Она говорит, а он охотиться любил. Она говорит, ну, вы хотя бы дробь-то знаете? Ну, знаю, там счастлитель, знаменатель. О, он сам пишет. Вот тут-то я уже ей могу подставить подножку. Я говорю, конечно, знаю. Ну, и как? Ну, как дробь это? Бывает первый номер, это можно на медведя идти. А шестой это на бекаса. Дробь. В патрон, который закладывается-то. Как все захохотали, а он не поймёт, на чем они смеются-то. Ну, мне это не понравилось, что засмеялись. Я тогда подумал, обложу её матом и уйду. Ну, больше ничего у него нету. Он выдохся. И так и здесь, которые суетятся. Никто им не нужен, никакой не роман, никто. И они находят удовольствие в этом. Вот как бывает, трупные черви. Им труп нужен где-то. Я не слышу, ага, запахло трупным. То есть вылез какой-то там роман. И они вокруг него сейчас свистопляску устроили. А меня это никак не касается-то. Что они говорят? Это ко мне никак не относится. Потому что столько у нас роликов, столько книг. Они ничего не считают. Отребья земли. Шушера. Юрий Соболев. Аминь. А у нас радость. Господь сподобил и устроил всё для продолжения наших занятий по изучению Святой Библии. С этой пятницы Бог даст и живы будем. Приступаем. Всегда моя искренняя вам, Игнать Тихонович, благодарность за ваше наставление на этом пути и поддерживающие нас молитвы. Вот смотрите, вот говорит Юрий. Говорит открыто, говорит грамотно. Человек преподает в университете государственном, в государственной академии. Ведёт занятия, заботится при митрополии Красноярской, в городе Красноярске. Фамилия у него есть, звания, забота, переживания. А эти-то все вместе взятые, они же ничего не имеют. Что можно взять? Микробы. Игорь В. Приветствую, Игнать Тихонович. Я давно наблюдаю за вашим каналом, за жизнью вашей деревни. Сам поверил христианин. Родился в семье верующих родителей, но лично принял Христа в сердце в 16 лет. На данный момент мне 26. Вдова ко всему, мы с вами близки ещё и тем, что я тоже, как и вы, голубевод. Держу более 10 лет николаевских голубей. Выучил ветеринарию, так как бывают заболевания, и приходится саму во всём этом разбираться. Интересно было бы с вами поговорить по скайпу, как-то вечером, если будет время. Я ему сразу сказал, заходите. А он мне тут накидал фотографии голубей и то другое. Ну, я фамилии вот эту убрал, потому что есть люди, которые ничем не занимаются, только и ищут. Вот там этот, до этого был с Америки один вылавливал. А теперь вот Игорь, так сказать, это, сват. Как его звать-то? Олег. Олег. Ну, мало ли какой хряк повазится. Он находит фамилию, на него выходит и начинает против меня говорить, чтобы он не ходил. У него больше ничего и нету. Нет ничего. Трутинь сидит на одном месте, еретик, воюет, чтобы нигде не было названия святой Троицыну. Даже он не баптист, никто, а требий. И к нему отступники сразу прилипли. Даже говорит страшно. Почему? Бог знает нашу жизнь. Он говорит, не родился еще, а Якова возлюбил, а Исава возненавидел. Вот он сказал, голубевод. Я тут хочу сказать, я не голубевод. Я не вывожу их, ни порода не улучшаю. Я любитель голубей. Не голубевод. И вот у меня он уже вчера пишет, я бы мог таких-то отдать, тут знакомые есть. Мне из Германии говорили, дорогущие голуби, не надо, они у меня погибнут. Они у меня находятся на улице. На улице. Никакого ухода им нету. Я просто люблю сидеть среди них, смотреть на них, как они воркают, летают и все. Породы у меня очень сильные, хорошие были. Там названий столько было. Шесть пород было. Но все погибли. Залез колонок или хорек, за ночь всех порезал. А других, которых я привез, ну тут кто-то, у кого-то друг погиб в Афганистане, они решили голубей привезти мне, бойные. Я говорю, ну зачем они у меня погибнут? Правда, только холода начались, еще там, ну, только минусовая пошла, они сразу себе пришел, уже окочурились. А у меня они 40 с лишним градусов, а им нужды нет, они захохляли. Чуть-чуть только потеплило, уже начинают нестись. Ну, были, которые послабее, я их, ну, вместе подержал с дикими, такого же цвета-то, и они потеряли летное качество, но зато вид хороший у них, стройный, но они уже холода не боятся. Вот. Я не голубевод. Держу голубей. Я держу голубей не 10 лет, а может быть 60 с лишним лет. Да с 5 лет я с голубями вожусь. Благодарю, Игорь, за такие добрые слова. Я их не лечу. И самое большое, если бывают вертлячки, я святой воды возьму, покраплю, помолюсь и все. Вот сейчас в доме держу дикарей поймал. Мне это интересно узнать, потому что там уже человек приложил руку, а это здесь как. Какие они крепкие. У меня тут заболевшие были вертлячкой. И в эту коробку я посадил их, ни грамма на них это не переходит. И они быстро привыкают прямо рядом. Сейчас только вывелся. И уже опять садятся парить. В комнате прямо держу, в коробке. Ну раза три выпускаю в день, пролетают по комнате-то и назад. Повторяю, дикари. Дикари серые. Дальше. Галина Загуляева. Мир вам, Игнат Тихонович. Вы в воскресенье спрашивали меня о посылке Финаевой Лидии Николаевне. Я сейчас посмотрела по номеру отслеживания, где находится посылка. Она уже на ее почтовом отделении. Ожидает адресата. Слава Господу. Я написала ей. Напомнила о посылке. Думаю, скоро она ее получит. Спаси Христос вас и братьев за труды. Это Володя у нас ходит. Спаси тебя, Христос. Что отправляешь, ходишь. Ну, это Гарри Голд. Большое спасибо, Евгений, за такой чудесный фильм. Как бережно и с любовью вы подошли к делу. Храни вас Господь. Ну, там рассказывает Евгений Трапко. А записал-то не он, а Виталий Калиников. Ну и добавку. Игнать Тихонович, сходят семена, посеянные вами в сердцах людей. Вот видите, какие слова говорят. А эти-то все вместе, которые нападают. И там, ну, что она нападает? Они не нападают. Они просто изрыгают безумие свое. Ну, кто им эти слова напишет? Да никогда и никто. Ну, кому они нужны-то? Отребья земли. Люди без имени, как пророк говорит. Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни для продления дел ваших праведных. И это им никто не скажет. И что я могу сказать? Только пожалеть. Несчастные. До чего родились, не знаю. Смердят на земле. И вот в это бездна, из бездны этот дым вышел. И вот они теперь этим дымом пытаются других отравлять. Это они, саранча. Вот я показал. Кристине 1.народ.ру Добрый плотник. Доброе утро, Игнать Тихонович. Благодарю за ваше внимание. Слушаем ваши стихи. Знаете-то, сколько у меня стихотворений. Ну, представьте, 9950 видеороликов. А этим ничего не надо. Моих только книг 41 книга. Книга. 4124 вопроса ответа. Им ничего не надо. Абсолютно ничего не надо. Они ничем не заняты. Только одним. Делать гадости. Ну и что? Ну только что, Господи, разбей их. Как солому в вихре ветра. Вырви отсюда, чтобы их не было. Я могу об этом молиться словами пророка Давида. Я ищу их и не нахожу. Как уличную грязь попираю их. А что они злобятся? Я живой. И был бы мертвый, они бы не нападали. А на кого нападают? Они ничего не знают. А придумали Бога еврейского. Все это жиды захватили. Ну вот и все. Он ропщик. Да если враг голоден, накорми его. Напой. Тем более о русском народе ни слова не сказано. Вот я вижу нападают, которые. И следы ведут в большинстве случаев на Украину. Как отравили народ. Где это вы видели, чтобы русские прессали и кричали там, как москаляку на геляку или хохла туда-куда. Вот нету этого. Нет, это они именно. Почему оттуда? И вот этот приехал там с Украины у нас. Буйствует, пакости вершит на погибель себе. И какие-то как отшибленные мозги. Рядом живут и не могут ничему научиться. И все злобится что-то на что-то, что-то. Почему? Там же Киево-Печерская лавра и все. Но Украина это как гнездилище для всякой ереси. С Украины там это вот. Ну где вы найдете еще униатов? Только там. Нигде больше их нету. То есть оттуда расползается там все. Всякие там харизматы, кого только нет. Все оттуда. Даже Белое Братство называлось. Оттуда идет. Ну маленько-то посмотрите, что с вами делается-то. Жекиев, матерь всех городов была. Киев сегодня как будто бы главный источник заразы ползет сюда. И все говорят, смотришь, ну как будто бы люди совершенно помешанные. С такой злобой все. Как же так? Родные братья были, украинцы. Я нигде не вижу, чтобы русские нападали на Украину так. Вообще нет этого. И может где-то есть нападают. Израиля у меня сколько знакомых. Ни один ни разу не нападал. Что это? Освящение земли. Совершенно такой был, такой и есть. Он там по-иудеи, по-хорошему относится, православными делаются. А это Украина, это как вот дыра какая сегодня. Вы уже встали, а мы с семьей на молитву будем становиться. И ко сну. Благостри, Господи, помазанька твоего. Видишь как? Не знаю даже имени. Но видно, что человек с семьей. И даже маленький ребенок говорит, а давайте за Игнатия Тихона еще помолимся. Вот как. Это он мне выписал. Благословен Господь, твердыня моя, научающая руки моей битве и персты моей брани. Вот я могу сказать. Господь научает меня. Утроба моя, утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце моё. Не могу молчать. Ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Я сказал Господу, ты Бог мой. Услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, ты покрыл голову мою в день брани. Это моя молитва. Он специально написал это, чтобы я еще раз повторил, благословил Бога за все, что он мне дает. Вот, ну и посмотрим наши ресурсы. Видите, какие люди приходят. Сейчас я гляну, обновлю страницу, как она выглядит. Сегодня я выставил сколько, 9 роликов. Ну, днем еще ролика 2 будет поставлено. Вот наши ресурсы. Это мой мир, я очень люблю этот ресурс. Вот в шапке где. А где с голубем, там не надо заходить. Это контрольный листок стоит. Ну, второе, это очень богатый православный форум открыт. Форум во свете Библии. Одинаково. 1600 тем. Ну, и вот это наш видеоканал. Вот. Очень и очень большой. Много плейлистов. Ну, где такого? Я думаю, что нет такого больше нигде. Ежедневно выставляем, вот которые нападают. Вот каждый день выставляю Библию. Сколько это? 78 ролик уже идет. Уже порока Исаии. Моим голосом насчитанное. Потом то, что я досчитывал до ареста. Это все погибло. Я заново насчитал всю Библию. Ну, пусть они найдут для себя работу-то. Но у них нет ничего. Нету во главе с тем, кто нападает. Там роман какой-то. У него ничего нет. Он считать-то не умеет. В каждом слове ошибки лепит. То есть, совершенно неграмотные люди. Дальше у нас выставляется что? Ян Златоуст, 12 томов. Моим голосом насчитанное. Каждый день выставляю. Это уже том второй пошел. Видите? О статуях беседа. Они могут высоедать? Нет. А тут люди все-таки заходят. Теперь добротолюбие 5 томов. Это моим голосом насчитанное. Ну, нужно. Ну, выше этого ничего нет. Уже 43 ролик. А их еще сколько будет? Здесь проповеди мои. Проповеди. А сколько их? Да 1103 проповеди. Они могут высоедать? Да нет. Тематические. А здесь Житие Святых. А тут тоже моим голосом насчитанное. Игнатий Лапкин. Вот оно написано. А сколько? Ну, это... Сегодня на тысячу... Там сто... Потому что, к примеру, 300 раньше было выставлено. Ну, и сейчас выходит где-то, может быть, 850 роликов будет. А Василий с ним занимается где-то. Ну, а тут вот с кошечкой. Врач приходит. Ветеринар. Беседа. И события на каждый день. Дальше в освете Библии. Вот я отвечаю на 4124 ответа в университетах. Ну, а эти-то, которые отребья земли-то нападают-то? Ну, я не знаю-то. Ну, в разных весовых категориях. В разных. Мне Господь дал благодать свою. А им не дал они отребья земли. Отребья. Вот вместе с цей кодлой кучей могут они лаять, кричать. А только палку в руки взял, хвосты поджали. Вот так и это. Я отвечаю в университетах. В пяти университетах одновременно вел занятия. В десятках школ, всех техниках, во всех отделах милиции. Я не такой, наверное, бы избрали другого, но 5 отделов милиции в городе Барнауле, городское УВД и краевое УВД. Сотни офицеров. И я вел занятия из года в год. Никому не доверили они. Никому патриархии. Самые... Ни архиереи, ни священникам. А за мной приезжают машины. Я работаю с заключенными 17 лет. Вот в университете в одном только 18 лет. Я называю... Все воинские части, это мои. Ну, да-то люди, которые меня знают, приезжают. Хотели захватывать самолет, чтобы перевозить с места на место. Так вот, фабрики, заводы, КГБ, прокуратура, суды. Везде-везде пришлось свидетельствовать. Ну, у них-то ничего нету. Ну, он говорит, я понимаю, он от зависти лопается. Любой, который заходит, они не в теме. Они не знают. Так я еще по району сколько? Да раздали 30 тысяч примерно Евангелий. Да еще миссионерская поездка от Тихого до Атлантического океана. Скандинавия. У них ничего нету. Повторяю, ничего. Ну, а кому я буду отвечать? И что отвечать-то? Когда такое сокровище? 55 папок. Ну, открой любую папку-то, и там все. Вот любую. Ну, какой бы ни было. Деньги. О, деньги, дело другое. 12. Вот я наткнул. Ткнул мне деньги. А вот идут вопросы. А вопрос любой только ткнул. Вот. Ну, к примеру, только так. Ткнул. Дальше идет ответ. А ответ, согласно того, что соборы, говорят, первовселенские, четвертые, апостольские правила. Это вот еще жирным курсивом, а там все есть в Библии. Ну, у них же нету миллионной доли того, что мне Бог дал. И как бы я им отмещал? Да я их в упор не вижу. Там смотреть некого. Пыль в вихре ветра. Поэтому только молюсь за ней, Господи. В судный день будет суд Божий. Не имени в грех этого безумия. Люди без имени, отребий земли. Вот. Теперь. Это у нас Библия здесь идет. Какие вопросы? Сейчас немножко откроем. Вот сейчас идет тема грех. О грехе. Я вот открываю. А у них нет ничего. Вопрос. Вопрос 2762. 13 том. Открытым оком. Открытым оком. Человек постоянно смотрит по телевизору криминальную хронику и передачи «Цена любви» о зверских преступлениях. Пытаюсь отговорить, не смотреть, считая, что это не только пустая трата времени, но и неполезна душе. В ответ слышу. Тебе не нравится? Не смотри. А мне интересно. Может быть, я осторожней стану. Как вы считаете, можно ли смотреть такие передачи? Может быть, действительно нужно знать, что творится в мире, чтобы быть осторожнее? Это мне записка поступает в университете. Я за кафедрой стою. Корпус В, 410-я аудитория. Вторник, пятница. С 18.00. Двухчасовые у меня были занятия. И три радиопрограммы регулярно вел. По эфирному времени я был первый в Алтайском крае. Одна была онлайн-передача, прямо открыта сразу в эфире, часовая, еженедельная. И по телевизору. У кого что есть, а вместе взято это. Вас кто-то будет искать? Да нет, почему? На злобу и зашли. Покаяния нет. А меня Бог вывел на такую дорогу. Даю ответ. Пусть учится. Если бы он был верующий, то он бы упражнялся на библейских примерах. А это просиживание у чужого горя не даст ему ничего. Вот это просиживание у чужого горя. Они сразу цепляются люди. Поэты там говорят, какой у вас язык богатый. Все мне говорят. Нигде там в литературном институте в Москве. Лев Ашанин там был. Ну, по одному стихотворению, семинар был. Я зашел случайно. Я к Розову приехал, к драматургу. Ну, и поднял руку. Можно стихотворение? Я дорогой написал. Так они меня вызывали на библию несколько стихотворений. Три, что ли, я рассказал. Вот так. А вот эти люди-то могут ли сказать? Да нет. Так я беру и не все, что мне Бог дал. Дальше. Первое Коринфянам 10.6. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Вот это примеры для нас, образы. Луки 13.3. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Примеры наказания благотворны для души, смиренной перед Богом. Он все примеряет к себе. Да. Иов 36.10. И открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Вот. Иеремия 2.30. Вот еще поражал я детей ваших. Они не приняли вразумление. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев, и вы не убоялись. Иеремия 5.3. Ну вот он ревновал об этом, они не понимали, не вразумлялись. Ну что, истребил Господь и все развеял по миру. Это любимый мой пророк. Гимнастику уму не повредит. Припомнить обещания и угрозы, что стоит разрушать, что городить, а что пока оставить под вопросом. Захолодело тело, разогреть, суставы, мышцы, кровь разогнать по жилам. Чего не мыслить и не делать впредь, а где-то настоять, давить сверх силы. Не безнадежна, зрима, нагота, рядящаяся в жуткие наряды, и ей дать эталон от стыда, пример не вдалеке, а может рядом. Всем начинанием исток всегда в молитве, когда хребет свой гну еще в потьмах, библейским строчкам льну и с ними слитно, то в воду с крутизны, то в полымя. Гимнастика всего, что первый шаг, прелюдия к беседе с Еговой. Сметает лишнее и силится мешать, назвать причину дымчато-условной. Не оговориться, не оговариваться, отрицаясь сходу, вставать на пол холодный голыми ногами. Мне сон не враг, любезен, словно хобби, но с ним я весь, как неподъемный камень. И потому стремление отогнать остатки сна и сонные мечтания, в себе воспитывать, как любящая мать, до смерти пестунства, пестунства от преданнейшей няни. Ну, ты хоть понимаешь, что считаешь-то? Ну, кое-что понимаю, кое-что не знаю. Что-то. Пестун – это заботливый, воспитатель. Вот медведица живет, и с ней живет прошлогодний, и новая рождается. Так вот, он и не пестун теперь, прошлогодний, но он уже старший брат, и он ухаживает за ними. Пестун, заботливый. И потому стремление отогнать остатки сна и сонные мечтания, в себе воспитывать, как любящая мать, до смерти пестунства, от преданнейшей няни. А чего? От Бога данный талант по воспитанию до самой смерти нести для других. Расчищен путь от лени к торжеству, для крестного знамения со смыслом. По трезвой памяти с поклонами Христу не позевай в воспоминаниях кислых. Поклоны разогреют и мозги, великовозрастные прихоти изгонят. В шатане теплохладном ни проблесга, ни сги, движение воздуха освободит от вони. 24.05. Игла. Вот так. Вот что такое гимнастика? Вставать неохота. Здесь все заложено абсолютно. И по слову Божию. Таких стихотворений просто нет. Их нет. Почему? Бог дал мне знать Священное Писание. Правильно им пользоваться. Еще один вопрос. Вытащим. Вопрос 2884. 14-й том открытым оком. Господь запрещает платить цену блудницы и цену пса. Не значит ли это, что Бог ставит на одну ступеньку сутенера и заводчика собак? Какой вопрос интересный. Ответ. Вы не совсем верно приводите слышанное вами из Писания. Второзаконие 23.18. Запрещает платить цену. Запрещает платить. А написано как? Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего. Вот как. Ни по какому обету. Ибо то и другое есть мерзость пред Господа Богом твоим. Значит, с обетом связано и жертва Господа в дом Божий. Дальше. Не следует думать, что пес хуже кошки или голубя. Творение Божие все есть хорошо и даже очень прекрасно. Бытие 1.31. Я увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. Вот хорошо весьма. Собаки очень нужны для охраны стад овец. Иов 30.30.1. А ныне смеются надо мной младшие меня летами. Те, которых отцов я не согласился поместить в сами стад моих. Вот, которые на меня нападают. Таких отцов, которые породили вот такое отродье. Я их даже не поместил бы, он говорит, со псами стад моих. Плохи те собаки, которые спят и не охраняют хозяйское добро. Исайя 56.10. Стражи их слепы все и невежды. Все ненемые псы, немогущие лаять. Бредящие лёжа, спящие спать, любящие спать. Вот это они и есть, которые вокруг меня крутятся. А блуднице понятно, что она грешница, и всё, что соприкасается с нею, не имеет святости. Послание Иуда 1.23. А других страхом спасайте, и сторга из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая сквернена плотью. Речь идёт о жертве на храм и ничего более. Эти деньги можно употребить на помощь нуждающимся. Зачем же с ними лезть в церковь? Дабы не было порицания, что на нечистые деньги строили или покупали святыню. Дрессировщик, собак или кинолог, человек нужный и весьма полезный, а сутюнёр проклят Богом. Это я отвечал ещё задолго до знакомства с Сергеем. Матфея 18.6. А кто соблазнит одного из малых всех, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Блудники будут мучиться в огне вечном, если не раскаются. Иезекииль 16.45. Ты, дочь, мать твою, которую бросила мужа своего и детей своих, и ты, сестра сестёр твоих, которые бросили мужей своих и детей своих, мать ваша хитиянка и отец ваш амарей. Гонореи болеют амарей. Матфея 5.19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей «Слава Иисусу Христу!» «Тот малейшим наречётся в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном. В данном контексте Царством Небесным назван приход Христа на страшный суд, а малейший означает то, что сей будет брошен в муку вечную». Вот как. «Но если бы всех вырастить котят, щенять не убивать, не есть цыплят, барашков, из дома бы не выйти, нас съесть они хотят, мяукают, кудахчут и лают очень страшно. И потому селекция в ходу, и бабки в ведрах, как в роддоме, топят. За нами акушеры новые придут, по обезболюдившим местам придётся топать. Нас защищает всё, что приручили, с чем научились как-то уживаться. Во власти человека их кончина, пресыщена всегда нехватка мяса. Как страшен человек, став человеком, считай правильно, как страшен человек, став человечком, на жизнь свою и многих посягнул. Забыл, что сам бессмертный, то есть вечный. Один пескарь среди больших акул. За ним охотятся, вытравливают, жгут отряды из микробов, армада из бацилл. Армада из бацилл. На ноги путы и на горло жгут, взрывают органы похлеще, чем тротилл. Но если бы никто не умирал, селекции война не резала под корень, чумою не тянуло, кэшофот утрал, из дому бы не выйти, вот ведь горе. Ни лес не может море захватить, ни волны не захватят новые пространства. Подрезали количество то монастырь, то скит, и благо не ко всем успели подобраться. Как хорошо. Понял, что это означает. То есть, они проповедуют, чтобы не женились люди, и людей совсем мало, Россия исчезает, а подрезают кто? Монастырь и скит. Речь-то шла ни о двух, ни о трех. В одном монастыре Пахомия только великого было 11 тысяч мужиков, а были монастыри по 50 тысяч. Здесь запятой, видимо, не хватает, да? Нет, хватает. Ни лес не может море захватить. Лес и море стали воевать. Лес говорит, я дальше продвинулся, а море говорит, я тебя затоплю, это третья книга езды, я оттуда это беру. Подрезали количество людей, то монастырь, то скит, и благо, не ко всем успели подобраться, а то бы никто не женился, оттуда. хорошо, что так вот и идет, не надо ничего переиначить срочно, так вовремя жара с реки растопит лед, и во время мороз набросит панцирь перо. у тебя неударение, ты не чувствуешь смысл, вот этот рифму никак, хотя бы снова прочитай. как хорошо, что так вот и идет, не надо ничего переиначить срочно, так вовремя жара с реки растопит лед, и вовремя мороз набросит панцирь прочный. То есть вовремя, все вовремя, 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 один куплет только, и смотри, сколько в нем заложено-то, я не поэт, это проповедь в стихах. Во всем премудрость Божия видна, и это осознать молитва умудряет, беру поверхностно и черпаю до дна, не в скрытых тайн есть океан с морями. 2 декабря 2005 года. Вот представьте, каждое стихотворение 9 куплетов. Когда я подумал, какие должны быть, у меня как заказ какой-то 3 на 3, в честь троицы по 3 куплета. Дальше я ничего не смотрел-то. А когда уже стал отдельно стихи издавать, их 3467, по количеству это больше, чем Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, Рождественский. Я брал 10 поэтов. Больше? Как это можно? Не знаю. И главное, ни одной поправки нет. Вот прямо в 6-ую так и писал. Да ясно дело, что это что-то невероятное. А смысла-то сколько заложено? Здесь все писание, жизнь, история. Я себе ничего не приписываю. Это благодать Божия. Это надо написать. Но когда стал издавать книги, я еще не догадывался, что это 9 куплетов по 4 в куплете строчки, 9 и 4 36. Мне надо каждому поставить эпиграф. Я эпиграф беру из священного писания. Оно у меня получается 3-4 строчки. А на страницу входит только 42 строчки. И между ними одна и все 4 тома по 800 страниц. Ни одной строчки свободной нету. Тогда я не знал, не думал даже об этом. Вот книги у меня издаются, я их на стол кладу. А тут приезжал человек хороший такой. И он сделал столы. И как только я окончил, в 2 ряда идут книги, 38 книг, по 19 выходит книг. Больше на стол не вмещаются, как будто кто заранее. Вот у нас бак большой заказали, по 1,5 метра на 1,5 высотой метр бак железный для воды. Куда его ставить? А у меня растет береза и тополь. И только в это место ставить. Примерили? Даже на миллиметр разницы нету. Абсолютно точно вошло. Вот это я всегда удивляюсь. Как вот книги на столе, как вот эти строчки для одной страницы. А это 800 страниц, умножьте на 4, 3200 страниц. И ни одной помарки, и ни одной лишней строчки. И от верху до низу. Так не делается. А поэтов там бывает 4 строчки или там чуть больше. Все он сказал. Закрыто. Ну на сегодня хватит. Сколько? 40 минут. Все, благодарю. Так вот там у меня брат Володя Пасченко. Там Надежда Васильевна щебарничает, что-то там делает. Готовит завтрак нам. Вот тут мы не разрешаем тут лишний порядок наводить. А внешне как будто беспорядок. на самом деле да. Ну и там он видать у меня лежит могу показать на сегодняшний день Паля. Но ее там плохо видать надо фонариком посветить. Сейчас я посвящу. Каждый день ставим ей уколы. Вот она лежит. Вот она. Нажалуста. И глазки у ней. Теперь уже зрачки у ней стали нормальны. Она сама сюда залазит. там внизу вот издалека покажу вот это коробка вот там голуби закрывая на ночь а у ней специально тут матрасик подушечка и она в угол залезет согнется там ей нравится тут вот на сегодня вот такое состояние ей полегшило вот вот она сидит паля моя паля паля хорошенькая все на этом